Баскетбол Борьба за плей-офф Единой Лиги ВТБ Развязка близка Ниждиновгород обещает биться за выход в восьмерку И держит себя в тонусе, несмотря на паузу в официальных матчах Две недели подготовки и финальный рывок Впереди четыре ответственных матча в регулярке против Пармы, Хима, Кастаны и Цмоки Минска Именно поэтому Волжский клуб в срочном порядке нашел спарринг-партнера Который должен был помочь команде не потерять игровой ритм А также проверить в деле ближайший резерв Московский клуб МБА небезосновательно мечтает о встрече с командой Единой Лиги ВТБ МБА только недавно пробилась в первую Суперлигу И уже примиряется к сильнейшей баскетбольной лиге Восточной Европы Товарищеский матч проходил в Москве Поэтому клуб Единой Лиги прибыл в зал прямо с поезда Оставив себе время лишь на полноценную разминку В Суперлиге играют уже мужики И всегда все команды, все играют на победу И тем более, когда приезжает команда ВТБ Для них это дополнительная мотивация И уровень достаточно высокий Игроки с опытом Также есть молодые, талантливые игроки И думаю, что в целом Суперлига это очень хороший турнир Мощный прессинг Нижнего по всей площадке с первых минут немного смутил хозяев Но волнение ушло через пару минут игрового времени И больше не возвращалось Молодежь нижегородцев старалась изо всех сил И это понятно Команда пытается взбодриться на финише регулярного чемпионата В клуб вернулся тренер-волшебник Зоран Лукич Именно с ним Нижний Новгород выходил в финал Единой Лиги ВТБ Но сейчас у сербского специалиста не стоит задача спасти сезон Скорее взбодрить Ройн заниматься баскетболом Просто спортивного директора Так название Но на самом деле это помочь команде Попасть в плей-офф Построить У нас есть уже система там с молодежью С дюблом Но какие коррекции надо там провести Поэтому сейчас тоже такие моменты Где сам я максимально сконцентрирована И где помогает Всегда трудно играть в эти товарищеские игры Просто нам, видно, сейчас нужно не прерывать игровую практику Команда МБА была свободна Конечно, они очень мотивированы играть с командой ВТБ Поэтому ожиданно Сейчас просто для нас самое важное быть в тонусу И пред самым важнейшим игром Это Парма, потом идет и Астана И цмоки Минск Химки Значит, за это надо готовиться Почти всю вторую половину Нижний догонял В защите хозяева нашли управу на больших нижегородцев Максимально усложнив тем жизнь в трехсекундной зоне Показав, что Суперлига – это не пешие прогулки выходного дня Довольно-таки тяжело на самом деле сегодня было Много бросков своих не реализовали из-под кольца Большие МБА хорошо упирались, сопротивлялись И несмотря на то, что они менялись Нам все равно не получалось У нас не получалось находить преимущество под кольцом Яркая концовка, как подарок болельщикам МБА При счете 68-71 Центровой МБА Алексей Кузнецов сравнивает счет И товарищеский матч завершается при счете 71-71 Овертайма не случилось Команды выполнили свои задачи Нижний Новгород получил игровую практику А МБА оценил свои возможности против клуба рангом выше Омоции только положительные Это большой опыт для нас всех Да, ну это немного волнение Потому что все равно ты понимаешь, что играешь в команде ВТБ И хочешь показать свой лучший паскибол И первые минуты, и 2-3 Это нормальное волнение Хорошая и качественная игра Огромное спасибо Нижний Новгород за то, что откликнулись И предложили нам сыграть Для нас это большая честь Хорошая игра, хороший урок для нас И серьезный уровень Парни молодцы Сделали то, что мы просили делать Не побоялись плотности защиты Но при этом все равно уровень чувствуется Мы, к сожалению, проиграли Ну, так скажем, мужскую борьбу Опять проиграли свой щит Важен сейчас не результат, а качество игры То есть Есть над чем работать И нам показали Эти места Над чем нужно нам работать Петр Губанов Исколесил пол страны В поисках своего баскетбольного счастья Родившись в Самаре Форвард стал выпускником школы ЦСКА Вся профессиональная карьера Проходит на чемоданах Самара, Химки, Сургут, Москва, Казань Красноярск, Нижний Новгород Но лишь в одной команде Именно от Петра Губанова Зависит результат А его спасительный трехочковый В плей-офф против подмосковных Химок Как иллюстрация большой истории Про Золушку Пожалуй, главной сенсации В истории единой лиги ВТБ Но сейчас Нижний Новгород Совсем другая команда Все еще способная удивлять Но уже внизу турнирной таблицы Это совершенно две разные команды В первую очередь Все сторожилы этой команды ушли И команда в этом сезоне Начинала с нуля Много молодых игроков Много игроков без опыта было Плюс все не сыгранные В самые сложные моменты матчей Опытный Губанов берет инициативу в свои руки И иногда буквально за уши вытаскивает команду Например, как это было в матче Кубка Европы против литовского Литкобелеса Мы проигрывали два очка, по-моему Была последняя наша атака Тренер взял таймаунт Нарисовал комбинацию Причем по комбинации было по ступеням То есть я уже там конкретно не помню Но помню, что в начало один игрок выходит Если он получает, он делает это Если он не получает, следом идет другой Ну и получилось так, что по этой комбинации Мяч пришел ко мне И пришлось делать то, что рисовали В тот момент, когда ты бросаешь Ты не думаешь ни о чем То есть ты делаешь то, что тебе нарисовали И как бы, ну естественно, нацеленность забить Потому что еще команда проигрывала Когда забиваешь, естественно, там уже другие эмоции Это сложно передать Это такие моменты, это очень приятные для карьеры Для потом воспоминания Победный бросок в матче Еврокубка Напомнил всем, что Губанов – мастер концовок 17 мая 2014 года Первый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ Химки – безоговорочный фаворит серии Но горожане затащили соперника в концовку И дали мяч Губанову Такие моменты будоражат даже спустя годы По мне, это аналогичные ситуации Тот бросок в Химках был еще приятнее Потому что это уже была стадия плей-оффа И первая игра с Химками в серии Победный бросок, эмоции, все те же самые Но для меня бросок в Химках более приятный Более такой вспоминающий Дальние броски на последних секундах – главная фишка Петра Губанова Но не стоит забывать, что его основная роль – занимать пространство под кольцом Форвард в амплуа центрового Подвижный, цементирующий защиту А под кольцом нужно быть смелым Как в этом моменте, где нужно было обыгрывать одного из лучших игроков в защите Никиту Курбанова Как я сейчас помню, это было начало игры Мы выходили в быстрый отрыв 3 на 2 И когда мне скинули мяч, я увидел Никиту под кольцом Ну и понимал, что надо идти и пробовать Потому что с его данными, с его прыжком, с его умением накрывать То есть я понимал, что нужно идти и пытаться А как по-другому? По-другому ситуация не могла развернуться В Нижнем Новгороде Губанов освоился в статусе звезды и лидера команды Но обратная сторона медали – повышенная нагрузка Обидная травма помешала получить звездный статус официально Первый матч звезд Единой Лиги ВТБ в Сочи пришлось пропустить из-за повреждения руки Получилось так, что, к сожалению, мы за день до матч звезд играли домашнюю игру с Иерусалимом И на тренировке я вывихнул два сустава на бросковой руке И, естественно, я понимал, что я пропускаю матч звезд Ну, как получилось, так получилось Немножко, может быть, было обидно, но я больше был нацелен, что нужен командный результат Окей, я пропущу, но лучше быстрее восстановиться Но, честно, когда мы полетели в Калиф, смотрели трансляцию Видно было атмосферу, полный зал, атмосферу среди двух команд Было супер И вот в этот момент стало немножко обидно Баскетбол не только лучшая игра с мячом Прежде всего, это действо для зрителей И если за океаном это больше шоу То старушка Европа ценит в первую очередь спортивную составляющую Знаменитые греческие и сербские фанаты Способны сделать свою любимую команду непобедимой на домашней площадке Перформансы в Испании и Турции Испытания для гостей и даже судей Давление от трибун делает преимущество своей площадки Серьезным аргументом в любом противостоянии И, конечно же, каждый болельщик должен разбираться в нюансах игры Веришь ли в то, что вообще Уникс начнет наконец-то побеждать? И что команде нужно сделать, чтобы соперников-то обыгрывать? Думаю Каймаха поменьше выпускать И Кит Ланферда побольше И все? Да А что сейчас пока не получается у Уникса, по-твоему? По-моему, попадать Первый матч звезд Единой Лиги ВТБ доказал, что шоу из баскетбола сделать можно даже в городе, где нет большого баскетбола Зрители по достоинству оценили, заполнив 12-тысячную арену в Сочи А скептики замолчали Главный российский курорт познакомился с баскетболом В Единой Лиге ВТБ 13 команд, и каждая по-своему создает шоу Естественно, от этого зависит и посещаемость матчей Логичным будет утверждение, что болельщиков больше там, где есть победы Но спортивный результат – не главный аргумент при заполнении дворцов спорта Например, ЦСКА, флагман и самый побеждающий клуб страны с огромной армией болельщиков Но красный-синий не является лидерами по продажам билетов Лишь пятое место Несущественно опережая географических соседей – подмосковные Химки Так кто же у нас чемпион по количеству болельщиков? Может быть, Локомотив Кубань? Или Зенит? Автодор? Или кто-то из иностранных команд ВЭФ, Калев? Ответ вас удивит – Парма, Пермь Команда из Перми не одержала ни одной победы Но идет на первом месте по среднему количеству зрителей Феноменальный показатель Пермь соскучилась по большому баскетболу В прошлом сезоне клубу наследника великого Уралгрейта покорился Кубок России А в нынешнем сезоне они снова бьются против лучших команд страны Немаловажным фактором любви пермских болельщиков к своей команде является еще и наличие доморощенных игроков в составе Николай Жмака, Константин Буланов, Максим Дубовский и Александр Винник Местные ребята, которых многие болельщики знают с детства А когда на паркете свои ребята, им можно простить даже поражение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меньше месяца остается до главных матчей сезона Плей-офф единой лиги ВТБ совсем скоро Но еще не все места под солнцем распределены Все самое интересное на финише регулярного чемпионата Первые пять команд гарантировали себе путевку в матче на вылет Но места между собой еще не распределяли ЦСКА все еще первой, но привычную позицию назвать устойчивой пока нельзя Зенит и Химки делят вторую строчку в таблице В спину дышит локомотив Кубань Разве что зимний спад Казанского уникса сказался на претензиях быть в четверке Рижский ВЭФ, Красноярский Неси и Астана лишь формально в зоне плей-офф Любая осечка может приблизить отпуск В Саратове и Нижнем Новгороде все еще ждут плей-офф И даже в Толлине теплится надежда Смоки Минск еще способен удивить на финише регулярки Хотя шансы попасть в восьмерку носят лишь теоретический характер Да и пермская Парма пусть и смирилась с ролью аутсайдера Уйти из последнего места шансов нет Но без победы на летние каникулы могут и не отпустить Без боя на Урале не принято сдаваться Зенит-локомотив Кубань готовы стать новой парой принципиальных соперников В плей-офф Кубка Европы Локо удивительно легко справился с белосини-голубыми Но в ближайшую субботу все может быть иначе Самолюбие Зенита задето, а времени перевести дух было достаточно Да и Яни с Тима уже в строю и готовятся добавить агрессии В баскет-холле будет жарко В Краснодаре уже привыкли к весеннему баскетболу экстра-класса А желание отодвинуть Зенит со второй строчки в таблице хоть отбавляй В Подмосковье тоже ожидается большая битва Химки принимают ЦСКА И если в первом матче Алексей Швед участие не принимал То сейчас готовятся к встрече со своей бывшей командой в полном здравии Лучший игрок Единой Лиги ВТБ прямо сейчас против действующего чемпиона Еврокубке желто-синим не повезло И сейчас можно полностью сфокусироваться на возможности стать первыми В регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ И пусть ЦСКА все еще фаворит Сохранить силы и мощь на два фронта не так уж и просто И в Евролиге, и в Единой Лиге ВТБ Армейцам предстоит защищать чемпионский титул Впрочем, преимущество своего паркета в матчах на вылет Тоже достойна мотивация Возможно, именно в этот уикенд И пройдет принципиальное распределение мест Во всем регулярном чемпионате Друзья, если кто-то из вас до сих пор не разобрался Почему баскетбол это лучшая игра с мячом на планете То наша рубрика «Баскетбольные смешные» вам не поможет Но хотя бы повеселимся Что означает этот взгляд? Центровой женского баскетбольного клуба «Динамо» Варвара Псарева показывает главному тренеру Андрею Долопчи Что готова к матчу против Вологды Чевакаты Можно начинать? А Ксения Тихоненко с тем же настроем Готова даже сидя защищать баскетбольный снаряд от недругов Как итог Победа «Белоголубых» в первом матче четвертьфинала Премьер Лиги Один из самых популярных рэперов России Баста, он же Нагано И человек-прыжок из саратовского автодора Максим, если бить, то только сверху Колюшкин Вы уже догадались, что их объединяет? Правильно, Ростов покоряет саратов Баскетбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга Завершает регулярный чемпионат в Суперлиге Но впереди еще будут матчи Выходной игроки проводят с пользой для души и тела Ведь все мы знаем Но сам процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд В ванной просто смывание грязи Знакомьтесь, Кэмерон Глидон Новичок саратовского автодора И его прыжок с разворотом на 360 градусов Посмотрим, как австралиец запрыгает, если останется до зимы следующего года Может быть, вот так? Как бы то ни было, добро пожаловать, Кэмерон! Ждем встречи в хит-парадах! Что вы знаете о клаустрофобии? И это не квест Это Иван Лазарев в лифте Всякий раз, когда будете ворчать, вспоминаете это фото Иван Лазарев Спасибо, что вошел И запомните, баскетбольные смешные Внимательно следят за каждым уголком площадки Во время игры И если он сдулся, то мы первые придем на помощь детишкам Зашедшим в гости в надувной домик латвийской панды Талисмана Рижского УВФа ЦСКА выиграл Евролигу Отстоял титул в единой лиге ВТБ И сохранил чемпионский состав Семен Антонов – один из двух новичков красно-синих Экс-капитан Нижнего Новгорода На новом месте уже освоился И готов проводить экскурсии по раздевалке Всем привет, я Семен Антонов Форвард ПБК ЦСКА Ну что, вы уже привыкли к тому, что я стал красно-синим Я уже освоился ЦСКА И пойдемте покажу вам нашу раздевалку Перед тем, как зайти в нашу раздевалку Все журналисты обязаны запечатать свою обувь Чтобы в нашей раздевалке все было стерильно и чисто Делайте и следуйте за мной Уважаемые гости После того, как мы запечатали ваши ботинки Прошу вас пройти в нашу раздевалку Вот, собственно говоря, мой шкафчик Здесь я сижу Рядом со мной сидит Иван Лазарев И рядышком еще наш капитан Виктор Хряпа Давайте поближе узнаем, что есть в моем ящичке Вот здесь специальная кнопочка, которая отвечает за кондиционер В нашей раздевалке Я ответственный за нее и всегда ее включаю и выключаю Вот, что еще? Тут видите, у каждого игрока написано имя, фамилия, где он родился Имена детей и дата рождения детей Видите, у каждого игрока есть индивидуальный коврик, да, с его номером и имя, фамилия Также здесь на стене, если присмотреться, написаны все чемпионства ЦСКА Евролиги, чемпионате СССР, чемпионате России, в Кубке России В общем, во всех турнирах, где ЦСКА побеждал Все здесь написано, так что кто хочет, может ознакомиться Есть у меня мотоцикл игрушечный, который мне подарил Паша Коробков из сериала Сыны Анархии Так как мы с ним вместе смотрели его Вот, очень хороший сериал, всем рекомендую, у кого будет время Игровые кроссовки, да, одни ходовые на всякий случай Что еще? У каждого профессионального баскетболиста должны быть перчатки, да, для тренажерного зала Потому что мы уделяем много времени этому, чтобы быть сильными И толкаться с соперниками на паркете Также вот здесь у меня уже скопилась секретная информация Это наш скаутинг, да, с начала сезона я его складываю, чтобы посмотреть Сколько за сезон информации накопилось То есть сейчас наш следующий соперник это Баскония Вот, собственно, есть про него Но я вам пока ничего не буду рассказывать Вдруг испанцы посмотрят игру и будут знать, чего от нас ожидать Также еще здесь есть розетка То есть пока ты доехал, потренировался, можешь всегда подзарядить телефон Ну а здесь, собственно говоря, тренировочная форма Очень много тренировочной формы, в чем хочешь Хочешь в тренажерный зал Также с нами в раздевалке переодевается наш президент Андрей Владимирович Вот его шкафчик, но мы не будем там ничего трогать, потому что все-таки это некрасиво И все-таки он босс Так что вот его шкафчик, видите, у каждого игрока, даже у президента Есть фотографии, копии с финала четырех, которые были в прошлом году У меня такой пока нету И у Джеймса тоже Думаю, что в следующем году Николай, наш пресс-аташе, сделает на такую фотографию в шкафчик Ну а здесь как бы наша игровая форма За нее отвечает наш легендарный массажист Аскер Борчо Продолжаем наш репортаж из душевой ПБК ЦСКА Здесь у нас есть специальная бочка, в которой во время тренировки, пока мы тренируемся Наши доктора подготавливают, наполняют ее ледяной водой Потом, когда игроки приходят по очереди, то у кого есть желание, кому это необходимо Добавляют туда еще себе лед, чтобы было похолодней И за счет этой процедуры буквально 5-10 минут ты сидишь в ледяной воде И твои ноги как новенькие, ты готов еще тренироваться и работать И очень удобная штука для восстановления Вроде бы ничего особенного, а очень эффективно На данный момент в раздевалке очень тихо, потому что еще ребята только начинают подходить Обычно после игр и тренировок здесь достаточно шумно И главный человек, над которым больше всего шуток за то время, что я был здесь Это наш любимый доктор, который отвечает за здоровье и наш организм Обжалилов Роман Александрович Бывают шутки жесткие, бывают добрые, но он все понимает И в мужском коллективе это просто необходимо Мы его уважаем Ну вот наша экскурсия подошла к концу То, что вам можно было посмотреть, мы вам показали то, что нельзя было Осталось за кадром С вами был Семен Антонов Любите баскетбол и болейте за ЦСКА До новых встреч Меньше матчей, больше красоты Лучшие моменты недели в нашем традиционном хит-параде Иван Нелюбов разобрался сразу с двумя звездами «Зенита» Янис Тима не успел помочь Нелюбов без пощады вклотил через Красева Здесь не НБА, но бить сверху тоже умеют Иван Нелюбов, Парма, Пермь, пятое место Бранко Миркович завозился с мячом Защита «Автодора» тут как тут Взрывное ускорение в быстром отрыве Брэндон Фрейзер отправил в полеты Винца Хартера Слэм-данк «Автодор Саратов» четвертое место Бранко Миркович разрезал минскую оборону и задумал «Алиуп» Седрик Симмонс его проспал, но атаку не испортил Развернулся и вклотил сверху в окружении трех соперников Седрик Симмонс, Калев, Таллин Третье место Джош Адамс не все фокусы оставил на матче звезд Сочи Разорвал защиту Калева и пошел на взлет Приземлился на второй строчке хит-парада Адамс без сопротивления не забивает «Автодор Саратов» второе место И остаемся в Таллине Какой же хит-парад без Ника Минерата? Американская связка «Автодора» во всей красе А «Люк» со своей половины – посторонись Брэндон Фрейзер на Ника Минерата «Автодор Саратов» первое место И на этом все, друзья Увидимся через неделю И помните, баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля «Автодор Саратов» первое место «Автодор Саратов» первое место